Вот это соглашение мы заключаем, я так понял, для того, чтобы получить из фонда, евразийского фонда, определенную сумму. 200 миллионов долларов получим? 106,7 миллионов долларов США была заявка. Но они точно дадут, когда мы ратифицируем и урегулируем долг с Белоруссией? Дело в том, что в соответствии с положением антикризисного фонда, там проговаривается о том, что не должно быть никаких неурегулированных долгов между странами, членами антикризисного фонда. Белорусская сторона выставила нам счет на 207 тысяч. И в связи с этим мы вносим данные соглашения на ратификацию. Такое же соглашение вносится со стороны Белоруссии в свой парламент для ратификации. Да, это понятно. А вот смотрите, если мы отдадим, допустим, урегулируем долг с Белоруссией, есть ли риск того, что антикризисный фонд нам не выдаст деньги? Такой риск есть? Одно из требований – не должно быть неурегулированных долгов. Нет, риск есть. Я у вас вопрос спрашиваю. Риск есть? То, что они нам не дадут... Если мы снимем данный вопрос, наша заявка будет рассматриваться на совете фонда и на экспертном совете. Нет, вы четко ответите. Есть ли риск? Есть, есть. Ну, нельзя как бы говорить о том, что нет никаких рисков. Мы не можем сейчас утверждать, что какие-то риски могут быть. Они всегда могут быть. Хорошо. Получается, мы неурегулированы вот эти вопросы, мы на себя добровольно берем, как в кредит оформляем. Беспроцентный. Дело в том, что данное соглашение подписано... Ну, если мы просрочим, 4% годовых мы будем платить. Это стандартное условие, когда со стороны кредитора устанавливаются жесткие условия, чтобы мы выполняли своевременно и погашали. А со многими странами СНГ у нас неурегулированы такие вопросы долго? У нас были неурегулированные вопросы с Таджикистаном, мы это подписали, они погасили. Также вопрос был... Они погасили? Они погасили. Также был вопрос с украинской стороной. Они в виде гранта нам перечислили сумму. У нас есть вопросы по прибалтийским странам, это Эстония, Латвия, Литва, с которыми мы в настоящее время ведем переговоры. Анализ выплаты долгов, он проводился в 2012-2013 году? Мы точно выплатим им Белоруссии? Денежные средства у нас будут на это? Мы заложили на 2011 год уже первую сумму, а также на 2012-2013 годы данные суммы заложены. Но рано или поздно придется все равно его урегулировать, даже несмотря на антикризисный фонд, правильно? Да. Все, тогда поддерживаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.